Я рад вас приветствовать в очередной нашей беседе. Сегодня тема нас ожидает довольно-таки объемная. Я постараюсь, конечно, все успеть изложить. Это касается основных правил лечения сахарного диабета, а также некоторые нюансы, связанные с этим. В частности, что касается диеты, то мы с вами внимательно рассмотрим способы расчета хлебных единиц для сложных продуктов. А также рассмотрим, какие существуют виды инсулинов, чем они отличаются друг от друга и каковы у них плюсы и минусы. Прежде чем к нам присоединятся наши подписчики, мне хочется сказать, что вы всегда можете задавать нам вопросы в комментариях к нашему видео, и мы рады будем на них ответить. Всегда я на них отвечаю в начале следующей лекции. И вот за время нашего двухнедельного перерыва был один-единственный вопрос, связанный с темой прошлой лекции. Насколько физические нагрузки помогают в профилактике полинеэропатии? Ну, смотрите, в принципе, прямой связи между профилактикой полинеэропатии и физической нагрузкой не существует, конечно. Однако, с учетом того, что во время физических нагрузок происходит нормализация уровня сахаров, повышается чувствительность тканей к собственному инсулину, то есть улучшается в любом случае углеводный обмен, это своеобразно является, конечно, первичной профилактикой любого осложнения сахарного диабета и полинеэропатии в том числе. Другого, как бы, непосредственного эффекта, связанного вот именно с воздействием физической нагрузки на полинеэропатии, его не существует. И это, в принципе, все, что я хотел сказать по данному поводу. Я вижу, что к нам присоединились наши уже первые зрители. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня видно и слышно. Если да, просто поставьте пальчик вверх, либо значок плюс, и я на этом пойму. Если вдруг в течение нашей беседы будете чувствовать, что либо страдает связь, либо звук, либо освещение, пожалуйста, дайте знать, я постараюсь это все отрегулировать. Итак, я еще раз напомню тему нашей сегодняшней беседы. Она будет касаться правил лечения сахарного диабета. Это причем независимо от того, это первый тип, это второй тип, это моди-диабет, это лада-диабет, это диабет у беременных, это нарушенная талерантность глюкозы. В принципе, можно сказать, там в процентах 80 схема будет примерно одну и ту же. И мы остановимся на некоторых нюансах касаемо диета-терапии и касаемо инсулино-терапии. Итак, что касается основных правил лечения, то их четыре. Они напоминают, как иногда некоторые врачи выражаются, четыре ножки стола, тем самым показывая, что каждая ножка, то есть каждый способ лечения диабета имеет очень большое значение. И лишая наше лечение одного из данных методов, это лечение становится таким же неустойчивым, как и сам столик на трех ножках, оставаясь без четвертого. Первый метод лечения, он, естественно, включает в себя режим дня. Да, мы наверняка слышали многие, что сахарный диабет это не болезнь, а это образ жизни. Причем это правило было сформировано еще геттингом буквально в те годы, когда только были изобретены инсулины. Однако буквально через год или через два, когда его вновь спросили, а действительно ли вот можно быть таким же свободным, подразумевая, что диабет это образ жизни. Он ответил, да, это своеобразно, действительно, это так. Однако не нужно забывать, что это образ жизни по своим определенным правилам. То есть это можно назвать как бы ездой на автомобиле свободной, но не забывая соблюдать правила дорожного движения. Здесь то, что существуют свои правила, их нужно соблюдать. Вот, однако, нужно понимать, что действительно, пациенты, если они соблюдают все правила контроля сахарного диабета, то они, в принципе, могут пользоваться всеми теми же благами, что и остальные люди. И это, тем более, эти правила выладены, и нужно создавать для детей-подростков, которые страдают с сахарным диабетом первого типа. И нужно им объяснять, что это абсолютно не преграда для достижения поставленных ими в жизни целей и достижения определенных мечт. Поэтому все это действительно возможно. Есть куча и актеров, и спортсменов, причем профессионалов, и представителей других профессий, которые страдают с сахарным диабетом, но при этом они добились жизни очень многого и продолжают заниматься своим любимым делом. Что касается, насколько эти правила могут быть свободными, насколько этот режим дня может быть свободным, конечно, будет зависеть еще и от других способов, методов лечения сахарного диабета, и, конечно же, от схемы инсулинотерапии, о которой мы поговорим чуть позже. Еще одним важным компонентом в плане режима дня, конечно, играют наши физические нагрузки. Почему? Потому что именно вот эти физические нагрузки, они позволяют, как некоторые пациенты и в России называют это, сжигать лишние сахара, снижая тем самым уровень глюкозы в крови непосредственно в данный момент. Кроме того, они имеют такой хороший дополнительный и пролонгированный эффект, как повышение чувствительности к тканям, к собственному и к внешним инсулинам. Чтобы не назначать специально такие препараты, как МИДФАРМИН, который преподняют пациенты со вторым типом сахарного диабета, особенно это лица преклонного возраста, а также страдающие ожирением. И чтобы вот этого не приходило, здесь его природный аналог, который называется физическая нагрузка, и, выполняя ее, пациенты производят очень хорошую профилактику. Второй метод лечения – это диетотерапия. Да, ее никто не отменял. Даже после того, как появилась эра инсулинотерапии, все равно пациентам желательно соблюдать диету. При этом нужно понимать, что слово «диета» не означает «мало есть». Слово «диета» означает «правильно питаться». И для сахарного диабета это правило тоже применимо. Тем более, многие диабетики со стажем, они прекрасно скажут, что они действительно едят, можно сказать, почти что все. Да, им позволительно есть и торты, и пирожные, и тому подобное. Только, естественно, нужно понимать, когда это можно делать, и когда этого делать категорически нельзя. Если сахара находится на высоких пределах, идут большие колебания, кроме того, идет китоз, запах ацетона, то есть все говорит о том, что сахарный диабет находится в стадии декомпенсации. Конечно, в этот период желательно диету соблюдать более строже, отказаться от калорийных продуктов, отказаться от продуктов, содержащих большое количество легко усваиваемых углеводов, и благодаря этому суметь относительно скомпенсировать свои сахара. Это не означает, что они в это время должны мало есть. Нет. Существуют продукты, которые содержат так называемые нулевые хлебные единицы. То есть они содержат в себе в основном клетчатку тяжелую, которая почти не переваривается, и из которой почти не выделяется углеводов в наш организм. То есть к ним относится большинство овощей, и вот именно их можно употреблять более свободно, и ими можно благополучно насыщаться. И если ребенок остался, даже съев свою порцию еды, и положены ему хлебные единицы, он остался голодным, вы всегда ему можете предложить что-нибудь из овощей, из вот этих нулевых хлебных единиц, и в принципе это допустимо. Еще одно правило в данной ситуации заключается в том, что очень часто, особенно дети, которые имеют дополнительный вес, они часто путают чувства жажды и голода. Скажу вам честно, это свойство, оно характерно для всех людей, и наверняка многие из вас вспомнят и себя. В детстве, и наверняка и сталкиваются по сегодняшний день, когда мы возвращаемся либо со школы, либо с какого-то мероприятия, либо с работы голодными, и вот первое слово, дайте что-нибудь поесть, умираю с голоду, да, вот эта фраза. На самом деле все заключается в том, что очень часто наш организм путает эти два чувства, чувства жажды и голода. Дело в том, что в нашем головном мозге эти два центра находятся друг рядом с другом, и для нашего организма чувство жажды является довольно-таки опасным, как и для любого живого организма на Земле. И этот центр, он моментально начинает сигнализировать всем и вся о том, что для организма есть опасность обезвоживания, и этот сигнал передается на соседний центр, и в первую очередь передается центру голода. Ну, и представьте себе ситуацию, вот перед вами поставят стакан воды и поставят что-нибудь либо поесть, либо выпить что-нибудь типа сока и тому подобного. Естественно, человек выберет что-нибудь вкусное, потому что вода это что? Субстанция без света, без вкуса, без запаха, и естественно, мы выберем в первую очередь еду. Вот именно на этом психологическом свойстве все и основано. И можно организм благополучно, в кавычках, обмануть. И вот всегда, когда мы испытываем чувство голода, мы в первую очередь должны утолить чувство жажды. Если это сделать, а сделать правильно, это вот каким образом. Вот вы пришли домой, вы очень голодны, выпили полстакана воды, причем по глоткам. Для диабетика это то же самое правило. После этого пока мы идем переодеваемся, моем руки и тому подобное, проходит где-то еще минут от 5 до 10 минут. И после этого вы подходите к столу, выпиваете еще полстакана воды, опять-таки под глоткам. Причем температура воды, она в данной ситуации абсолютно не принципиальна. То есть это может быть и комнатная температура, это может быть и холодная вода, кому как нравится, да? Никаких в этом плане проблем нет. И только после этого садитесь кушать. И только после этого садитесь кушать. Вы выигрываете время в плане того, что чувство жажды, оно насыщается. Благодаря этому сигнал меньше передается на соседние центры, и в том числе центр голода, он тоже в определенной степени замолкает, да, в кавычках. И уже не хочется есть так много, как хотелось. Хотелось вот буквально 10 минут назад. Более того, соблюдение водного режима играет еще одну очень большую роль в плане контроля уровня сахара. Почему? Потому что вот эта жидкость, она позволяет искусственно разбавить нашу кровь, а благодаря этому снизить условное содержание в ней глюкозы. Ну, представьте, вот вы взяли любой сахаросодержащий напиток, будь то это обычный сироп, это будет чай, и если вам показалось, что он слишком сладкий, что мы делаем? Мы просто добавляем на него воду, и уже чай, либо вот этот сироп уже кажется не настолько сладким. Почему? Да просто потому, что снизилась концентрация сахара. Вот то же самое происходит и в нашей крови. Как у здоровых, так и у больных. Просто для больных это является простым способом снижения уровня сахара. И в принципе, вот многие пациенты, особенно взрослые, они говорят, да, очень важно, чтобы нам были назначены капельницы. Причем чаще всего эта капельница содержит обычный физраствор. И смысл сводится все к тому же самому искусственному разбавлению крови. Поэтому в принципе, если та ситуация, когда человек может выпить воду самостоятельно, то есть это не состояние, когда он находится в состоянии обезвоживания, в состоянии кетоацинтатической прикомы и комы, в таком состоянии, когда вот и тошнота, и пить не хочется, вот да, в этой ситуации капельницу подключать стоит. Но после того, как вот это состояние, оно прошло, лично я с вами пациентом, вот именно так и говорю, вот с того момента, как вы уже можете пить воду, вот ее нужно начинать просто пить. Нечего получать ее в виде капельницы. Лишняя нагрузка на сосуды вам просто не понадобится. Более того, опять-таки, существует еще один механизм, по которому вода в данной ситуации действует. А действует она именно на работу нашего кишечника, и особенно отдела толстой кишки. Почему? Потому что именно этот отдел отвечает за всасывание жидкости из нашего организма. И если человек потребляет малое количество жидкостей, что особо актуально в летнее время, когда жара, и мы потеряем достаточное количество жидкостей через потоотделение, то в этой ситуации у нас есть опасность развития запоров, либо склонности к ним. Все это приводит к тому, что продукты, содержащиеся, непереваренные продукты, начинают разложение в нашем кишечнике. В связи с запором они долгое время остаются в полосе толстой кишки, начинают вот эти все токсины всасываться в кровь, тем самым нарушая работу печени, а также повышая уровень наших сахаров. Чтобы вот этого не было, простым способом профилактики является достаточное количество в день овощей и воды. Поэтому те родители, которые знают, что их дети употребляют малое количество жидкостей, самый простой совет это взять для них отдельную емкость жидкости, пусть допустим, одна полутора литровая банка воды, либо пластиковая банка, и вот эту воду отделить для вашего ребенка, чтобы ваш ребенок в течение суток выпивал жидкость именно из этой емкости, чтобы вы видели сколько он за день употребил жидкости. Если ребенок ест, допустим, жидкий суп, либо что-нибудь тому подобное, борщ, выпил компот, выпил чай, то вы пропорциональное количество жидкости выливаете из этой емкости, поскольку это все тоже считается в объем принятой жидкости. И в день желательно, особенно летом, чтобы данный показатель был не менее полутора литра. Еще один очень важный момент касаемо диеты, это, конечно, расчет хлебных единиц. Будь то это новичок, будь то это опытные диабетики диабетики со стажем, в любом случае нужно обучить ребенка и подростка, особенно правильному расчету хлебных единиц. Почему? Потому что, ну, во-первых, особенно подростки, когда они самостоятельно идут на какие-то либо вечеринки, либо они встречаются с друзьями, они могут пойти в кафе, чтобы ребенок чувствовал себя обделенным, да, он, конечно, должен уметь считать количество хлебных единиц. Поэтому пусть он не поленится, в обязательном порядке обучите, в обязательном порядке спросите из него как урок школьный, и поверьте, это сослужит ему добрым уроком на всю жизнь. Тем более, когда они уже выйдут в более взрослую жизнь, когда они будут учиться в колледжах, в институтах, да, либо на работе, опять-таки, такие ситуации будут возникать, и чтобы они не терялись в этой ситуации, а нужно ли им что-нибудь либо подколоть, либо еще что-то, они будут знать, какое количество хлебных единиц они употребили. Тем более, что разнообразие продуктов, оно может быть, и они могут знать, вот что можно, что нельзя, что более полезно, что менее полезно, и они в этом плане будут иметь преимущество. При необходимости это, тем более, опять-таки, это если взрослые подростки, да, либо молодые люди, если у них с собой имеется инсулин, то они будут знать, какое количество инсулина им нужно будет подколоть. Поэтому это все имеет очень большое значение. Еще один нюанс, связанный вот с этим, это, конечно, таблица хлебных единиц. И почему именно была взята вот эта таблица за основу диетерапии при сахарном диабете? Существует такое понятие, как взаимозаменяемость хлебных единиц. Что это означает? Ну, дети все они разные, как и мы взрослые, и у каждого свои предпочтения в еде, тем более, каждый день ребенок одинаково питаться не может. Сегодня он хочет, допустим, с утра гречку, на следующий день он хочет яичницу, на третий день хочет просто обычный бутерброд с хлебом, либо бутерброд с сыром, либо с маслом. На четвертый день это может быть какая-то гречнева, либо овсяная каша, это может быть все, что угодно. И вот чтобы вам, родителям и ребенку легко было ориентироваться, поэтому и существует вот эта там самая таблица хлебных единиц, таблица взаимозаменяемости. Когда для вас, ваш лечащий врач, зная особенности вашего ребенка, будь то возраст, будь то вес, будь то его приоритеты, режим дня он назначает определенное количество хлебных единиц в течение дня, разделяя их на приемы. И для каждого возраста это свое, просто необходимо учесть и схему инсулинотерапии, которую получает данный конкретный пациент. Почему? Потому что это особенно важно для того, чтобы понять, нужны вашему ребенку перекусы или нет. Вот те дети, которым только назначена инсулинотерапия, которым назначена инсулинотерапия, которым назначена инсулинотерапия, здесь я их назову, это Актерапид, это Хумулин-Р, либо Хумулин-Регуляр. Для них максимум их действия, он является несколько отсроченным, находится примерно через 2 часа после подколки инсулины, и поэтому через 2 часа ребенку требуется перекус. Вот это то, что большинство из вас сделали в самом начале своего лечения. Но после того, как поменялась инсулинотерапия, и вы перешли на инсулино-ультракороткого действия, типа Хумолог, Хумулин, нет, Хумолог, Наволог, Наварапид, Апидра, то в этой ситуации, конечно, никаких перекусов не требуется, и вот подколка инсулина полностью закрывает то количество хлебных единиц, которые ребенок принял. Вот это правило нужно в обязательном порядке учитывать. И опять-таки, если это перекус, то опять-таки, благодаря тому, что вы знаете таблицу хлебных единиц, вы можете уже ориентироваться, что можно сесть, а что нельзя, тем более, если с собой ничего нет, и пришлось зайти, допустим, в тот же самый буфет школьный, и там ребенок может легко сориентироваться по своим знаниям. Что касается тех продуктов, которые не входят в таблицу хлебных единиц, как их рассчитать? Ну, чаще всего это касается, допустим, тех же самых тортов, пирожных и тому подобного. Здесь два таких нюанса. Нюанс первый, это то, что мы приготовили дома. Ну, допустим, возьмем, вы дома решили испечь бисквитный торт, и вам необходимо рассчитать, а сколько ребенку можно съесть. Вы для этого берете вот полный перечень продуктов, которые у вас ушли на приготовление данного бисквита. Ну, к примеру, возьмем там мука, яйца, масло, и тому подобное, кефир, допустим, да. Вы считаете каждый из этих продуктов, скольки хлебным единицам соответствует. Вы вот это все дело прибавляете друг к дружке. И, допустим, у вас получилось, что на приготовление вашего торта у вас ушло порядка 24 хлебных единиц. Вы, соответственно, ваш торт либо взвешиваете, и, соответственно, делите на 24, получаете, сколько граммов торта соответствует одной хлебной единице. Либо просто-напросто торт делите на 24 части, да. То есть 6 на 4, вот примерно вот в таком распределении, вот будет у вас вот эти самые 24 кусочка, и каждый кусочек будет соответствовать одной хлебной единице. Благополучно ваш ребенок спокойно может употреблять в качестве одной хлебной единицы. Вот, допустим, утром ему хочется съесть кусочек торта, он спокойно съедает свое количество хлебных единиц, которое ему полагает, минус одну. Ну, допустим, ребенку полагалось съесть с утра 4 хлебные единицы, он свои 3 хлебные единицы получил, а последнюю хлебную единицу он получает в виде своего тортика, вот этого одного кусочка, и в этом ничего страшного не будет. Ну, за исключением тех ситуаций, когда вы видите, что сахара, они достаточно высокие, конечно, да, в этих ситуациях лучше отказаться от вот этих легких углеводов, стараясь дать предпочтение более тяжело усваиваемым, типа хлеба, типа гречневой каши и там подобных продуктов. В принципе, вот, если вот эти правила их соблюсти, то все это допустимо. Второе у нас, опять-таки, связанное с количеством хлебных единиц, это, допустим, то, что приготовлено вне, то есть это могут быть, допустим, различные вафли, различные пирожные, да, которые продаются в упаковке, это могут быть различные булки, да, ну, возьмем, к примеру, венскую булочку, вот, для этого вы берете упаковку, вы смотрите внимательно содержание продукта в 100 граммах, здесь, конечно, желательно уже вооружиться листиком бумаги и калькулятора, ну, к примеру, возьмем ситуацию, ну, к сожалению, я не смотрел ее со 100, вот венской булки, ну, возьмем условно, ну, допустим, в 100 граммах в венской булочки содержится порядка 36 грамм углеводов, 24 граммов, ну, это, конечно, много сказал, ну, да, пусть будет так, ладно, 36 граммов углеводов, 24 грамма белков, остальное это жиры и вода, жиры для назначения не играют, они хлебных единиц не содержат, вода тоже, и вот, смотрите, получается, что 100 граммов содержит в себе 3 хлебные единицы в виде углеводов, почему? Потому что 1 хлебная единица соответствует с ценой 10-12 граммам углеводов, если мы берем расчет белков, то количество белков нужно будет разделить пополам, то есть, получается, что 1 хлебная единица соответствует уже не 12, а 24 граммам белков, и, соответственно, вот 36 граммов углеводов, деленное на 12, это получается 3 хлебные единицы, 24 грамма белков, это плюс еще 1 хлебная единица, то есть, получается, 100 граммов венской булочки, это получается, условно, конечно, венской, составляет 4 хлебные единицы, но наверняка вы посмотрите, там будет указан вес уже не 100 грамм, а, допустим, это будет граммов 75, и, соответственно, если 100 граммов, это 4 хлебные единицы, то 75 граммов, это будет уже, методом пропорции, это составит 3 хлебные единицы, то есть, вот таким образом, можно будет посчитать любой продукт, аналогично, будь то конфеты, будь то вафли, если у вас есть упаковка к нему, и на нем указан вот этот состав, вы всегда можете рассчитать, посмотреть, сколько там содержит вафель или печенье, и, вот, правильно раздели, вы получите то количество хлебных единиц, которое соответствует вот одной штуке. Вот это все те нюансы, которые можно легко обойти, и ребенку можно дать поесть и то же самое вафли, и печенье, и пирожное, если, в принципе, ему хочется, и если сахара у него достаточно в степени компенсированы. Третий способ лечения, третий метод лечения, третья ножка нашего стола, на котором стоит сахарный диабет, и ребенок, да, это, конечно же, лечение препаратами. В зависимости от того, какой вид диабета, тут методы лечения могут отличаться, да, различные могут быть препараты, если это второй тип диабета, конечно, это более, будут преобладать, конечно, препараты в виде таблеток, таблетированные формы, но если это первый тип сахарного диабета, это ладо диабет, и большинство типов моди диабета, то там лечение, конечно, будет в виде инсулинотерапии. И здесь очень важно понимать, чем же они отличаются, вот эти инсулины друг от друга, и их механизмы действия. Значит, смотрите, все инсулины, их можно разделить по их механизму действия на четыре группы. Первая группа, это инсулины короткого действия, к ним относятся актропит, хумулин-р, либо хумулин регуляр. Если кто-то из вас записывает, то, в принципе, вот это было бы желательно. Я бы это записал на вторую строчку, и объясню сейчас, почему. Значит, смотрите, для любого инсулина существует три параметра. Первое, это начало действия инсулина. Второе, это максимум у него действия. И третий показатель, это длительность действия данного инсулина. Инсулины короткого действия, еще раз повторюсь, это актропит, хумулин-р, либо хумулин-нпх, они начинают действовать примерно через 15-30 минут. Максимум их действия достигает через 2-3 часа, и они действуют в течение 6-8 часов. Почему это важно знать? Это наверняка многие из вас слышали, особенно вот диабетики более взрослые, говорят, что вот после того, как вы сделали инъекцию, необходимо в обязательном порядке подождать определенное время. Некоторые ждут, некоторые не ждут, и вот в большинстве случаев пациенты находятся в сомнениях, а что является правильным. Так вот, если человек получает инсулин короткого действия, то в принципе ему действительно нужно выждать это время, пока его инсулин начнет действовать. А вот как понять, ждать 15 минут, ждать 20 минут или 30 минут, очень просто. Вы перед тем, как сесть за стол, измерили уровень сахара, причем этот уровень сахара измеряем в миллимоль на литр. И в этой ситуации просто эту цифру нужно умножить на 2. То есть, если сахар у человека 6, то нужно будет подождать 12 минут. Сахар 10, то нужно будет подождать 20 минут. Сахар 17, нужно будет подождать все минимум полчаса, а то и все 34 минуты. Вот это правило очень легко соблюсти. Вторая особенность, почему мы говорили про пик действия, это, вот смотрите, для инсулина короткого действия она составляет 2-3 часа. Именно поэтому через 2 часа этому ребенку, этому пациенту необходимо будет сделать перекус. То, что он съел, у него это все уже давно покинуло желудок, прошло 12-перстную кишку, он будет испытывать чувство голода в связи с тем, что инсулин достигает его пика действия. Именно поэтому через 2 часа в этой ситуации нужно будет сделать перекус. И почему нужно дать продолжительность действия, это на случай, если вы вдруг сделали передозировку, чтобы вы примерно знали, когда нужно будет, сколько времени нужно будет следить за уровнем сахара более пристально, чтобы гипоглигемия не повторялась. следующий вид инсулина, который тоже применяется в начале лечения сахарного диабета в самом его дебюте, это инсулины средней продолжительности действия, коим относится протафан, инсулатарт, хумулин-Н либо хумулин-НПХ. Условно к нему относится также левимир, хотя он является посерединке между инсулинами средней и глининами инсулинами. Значит, смотрите, почему я сказал на второй строчке записать инсулины короткого действия, потому что все эти цифры, которые вы получили, вы просто их умножаете на два. То есть, начиная данный инсулин действовать примерно через 30-60 минут, пик его действия приходится примерно через 4-6 часов, и для его действия составляет порядка уже 12-14 часов. Почему это важно? Опять-таки нас интересует пик, потому что те детки, которые утром подкалывают сразу длинный инсулин, очень часто они днем не нуждаются в дополнительной инъекции. Почему? Потому что через 4 часа просто наступает пик действия данного инсулина, и они просто садятся в это время кушать. Если вдруг они в это время находятся в школе, то они нуждаются просто в легком перекусе, и вот это количество хлебных единиц просто будет изъято из того количества хлебных единиц, которые ему были назначены на обед. То есть, допустим, ему было на обед назначено 5 хлебных единиц, ребенок с утра в 8 сделал подколку, примерно в 12 часов у него уже начнется чувство голода, поэтому в школе он может подъесть вот одну-две хлебные единицы, и соответственно эту одну-либо две хлебные единицы, в зависимости от того, сколько он съел, нужно будет вычесть из тех пяти хлебных единиц, которые ему полагают на обед. все это допустимо. Ничего страшного в этом нету, и это является тоже допустимым способом, когда мы приспосабливаемся под режим дня пациента с сахарным диабетом. Плюс нужно обязательно в порядке учитывать это и в вечернее время. Почему? Потому что если особенно это поздняя подколка инсулина, то соответственно допустим это в 22 часа и у нас есть вероятность того, что подколка инсулина и пик его действия может совпасть с ночным периодом физиологической гипогликемии, а это промежуток между двумя и четырьмя часами ночи. И соответственно вот это тоже нужно учесть, чтобы вот эти два пика просто-напросто друг с другом желательно, чтобы не совпадали. То есть это означает, что либо нужно будет перенести чуточку вперед, допустим, на часик, да, если это инсулин, ну, будет то средней продолжительности действия, либо длительный. Просто вот поэтому нужно знать, когда же у него наблюдается пик действия. Следующая группа инсулина, это инсулин длительного действия, и здесь я назову в принципе основным из них лантус. Условно сюда можно будет отнести ливимер, и очень-очень условно, почему очень-очень условно, сюда можно будет отнести деглюдек, либо тресибу, поскольку он является еще более длительного действия, еще более длительного действия, и благодаря этому он является почти беспиковым. Поэтому тресибу мы в данной ситуации рассматривать не будем, а вот возьмем именно лантус, и вот его мы запишем на четвертой строчке, и просто нужно будет опять-таки вот эту вторую строчку, наш актропид, да, стандартный, просто все цифры умножить на 3 уже в данной ситуации. То есть это означает, что начало действия данного инсулина уже наблюдается через 45-90 минут, да, полтора часа. Пик его действия, он некоторых пациентов, особенно которые получают в его высокой дозе, они все-таки могут наблюдать чувство гипогликемии. То же самое могут отмечать и взрослые пациенты, которые сделали свою подколку, но в принципе не поели, либо они долгое время не ложатся спать, особенно если это вечернее, и они примерно через 6-8 часов начнут испытывать чувство голода. Оно связано не с тем, что человек просто через 6 часов уже физиологически чувствует чувство голода, но плюс к этому еще и прибавилось пик действия инсулина, которого они получили. И продолжительное действие данного вида инсулина уже составляет порядка 24 часов. У трясибы, конечно, эти показатели еще дольше, поэтому пик у него наблюдается более позднее время, если он может наблюдаться, да, теоретически уже и и поэтому мы его рассматриваем практически как беспиковый инсулин. И четвертая группа инсулина, которая осталась, это инсулин ультракороткого действия, который нужно будет записать буквально на первой же строчке. И в данной ситуации мы опять-таки вот эту вторую строчку берем за основу и все показатели делим на два. это означает, что инсулин уже начинает действовать буквально через 5-15 минут. Именно поэтому многие пациенты считают, что да, действительно можно сразу подколоть и сразу съесть кушать. Я чуточку все-таки не соглашусь с этим и предложу, чтобы пациент все равно дождался то количество минут, которое соответствует его уровню сахара перед тем, как вот когда он измерил непосредственно перед приемом пищи. То есть если цифра сахара будет порядка пяти, то подождать ему нужно будет пять минут, но если цифра сахара составляет 12, извините, все 12 минут, нужно будет все-таки подождать, пока инсулин начнет действовать, пока он начнет уже снижать те сахара, которые у него высокие были, и только после этого садиться кушать. Это правило желательно все-таки соблюдать. пик его действия приходится примерно через час-полтора, то есть в принципе от того момента, когда человек принял пищу, это не так далеко, и поэтому данные пациенты в перекусах они не нуждаются. То есть с утра если ваш ребенок поел, он получил из-за ультракороткого действия, к которым относятся, еще раз повторю, наволог, наварапид, хумолог и опидра, вот для них перекусы они не требуются, и в принципе даже если ребенок сходил в школу, если вдруг захочет там что-нибудь съесть, то ему потребуется дополнительная подколка инсулина. Это просто нужно понимать, это нужно учитывать. И зачастую именно это является тем фактором, который сдерживает деток, будь то маленьких, будь то даже поверьте, взрослых, подростков, чтобы они не употребляли лишнее количество хлебных единиц. Особенно если у них имеется избыток веса. Они могут, вот сколько раз данный ребенок будет садиться кушать, практически столько раз он и будет подкалывать инсулин ультракороткого действия. Что касается вечерней подколки инсулина, причем тем более, что это идут инсулины либо средней продолжительности действия, либо длинные инсулины, то поскольку у них вот этого во-первых начало является достаточно отсроченным и они как раз таки предназначены данные виды инсулинов не для еды, они для значения для того, чтобы обеспечивать наши ежедневные обычные физиологические потребности, что мы под ними подразумеваем, ну представьте, человек, даже когда он спит, все равно мышцы его находятся в тонусе, человек продолжает дышать, сердце продолжает биться, и конечно вот это все требует дополнительную энергию, а энергия находится в глюкозе, чтобы глюкоза продолжала поступать к нам в клетки из крови, естественно требуется инсулин, требуется его базовая, потребность, именно поэтому данные инсулины часто называют именно базальными, и вот они не рассчитаны на прием пищи, на прием пищи рассчитаны как раз инсулины короткого действия, и особенно ультра короткого действия, поэтому вечером если ребенок подкал тот же самый ландус, съедать ему дополнительное количество хлебных единиц никакой потребности нету, там просто могут возникнуть определенные нюансы, если у него имеется склонность к гипогликемии, либо он просто к этому времени всегда испытывает чувство голода, то да, при необходимости, там, в зависимости от индивидуума, от индивидуальных его параметров режима может потребоваться еще и дополнительная подколка опять-таки того же ультра короткого инсулина, это все является допустимым. В принципе это три основные ножки стола, на которых держится любой пациент с сахарным диабетом любого типа, будь то первый, будь то второй, будь то моди, будь то лада, возникает резонный вопрос, а что же является четвертой ножкой лечения, да, вот этого стола. А это, как ни странно, является вот тот самый самоконтроль, про который я до каждой нашей беседы вот так всегда подробно рассказываю, всегда о нем его подчеркиваю и повторюсь опять-таки фразой Геттинга, который первым придумал вот самый первый инсулин он изобрел и буквально через два года он сказал вот эту фразу, которая не потеряла свой смысл до сих пор, не изменилась буквально ни на одну буковку, хотя изменились не только виды инсулина, не только поколение даже инсулина, но и виды инсулина изменились, да, и правило это звучит так, если вы не соблюдаете самоконтроль, то как минимум половина вашего лечения не имеет никакого смысла, эффективность вашей терапии не будет превышать 50%, поэтому особенно с учетом последних рекомендаций, которые выпустили европейские и американские диабетологические ассоциации, они являются именно законодательными модами в лечении сахарного диабета на всем земном шаре, и вот они вот установили, что в принципе если раньше полагалось измерять уровень сахара минимум столько раз, сколько раз человек подкалывает инсулин, но не менее четырех раз в день, то на данный момент эта норма изменилась, и она указывается, что она должна быть, больше, тем лучше, и соответственно тут могут применяться различные системы, это могут быть и системы суточного мониторирования уровня сахара, да, в различных своих модификациях, и все они очень хороши, тем более, что не всегда нужно дополнительно подкалывать ребенка, эти данные можно получить на расстоянии, с помощью того самого смартфона, да, даже если ваш ребенок доходится на достаточном расстоянии от вас, все эти данные могут передаваться вам на ваше мобильное устройство, и вы будете в курсе ситуации, да, они очень хорошо помогают, более того, к ним существуют специальные приложения, благодаря которым можно видеть в течение дня насколько компенсированы сахара, можно вот с помощью графиков анализировать, а в какие часы наблюдаются основные подъемы, более того, это можно делать и по дням недели, и видя, где что-то не получается, соответствующим образом можно корректировать и схему терапии, кроме того, существуют также и современные способы введения инсулина в виде помп, они друг от друга, конечно, тоже отличаются, есть, конечно, подешевле, есть подороже, суть не в этом заключается, в любом случае, если не будет правильного самоконтроля, опять-таки, помповая терапия, она будет эффективна всего лишь на 50%, и не более того. Но, если правильно совместить вот эти два способа, типа суточного манердарирования уровня сахара, когда можно получать данные буквально через каждые 1-2 минуты, как минимум через 5 минут, и параллельно этому, если будет помповая терапия, которая тоже бывает, допустим, не только одноконтурные, но и двухконтурные, что это такое, это когда есть способность вводить не только инсулин, но и контринсулярный гормон, в случае если у пациента имеется гипогликемия, либо состояние уже непосредственно предшествующее этому состоянию, то да, вот это, конечно, самый идеальный вариант для терапии, который очень, конечно, удобен для самых маленьких, а также очень удобен для беременных, когда контроль сахаров является очень важным, является профилактикой многих осложнений, и на сегодняшний день, да, действительно, беременность уже, она спокойно может вестись при сахарном диабете того же самого первого типа, это уже не проблема, к счастью, и более того, может ребенок родиться без тех допустимых, точнее, не допустимых, а возможных осложнений в виде повышенной массы тела, да, рождаются очень крупные плоды с весом как минимум 3,5-4 килограмма, со всеми вытекающими отсюда особенностями, которые могут потребовать дополнительного либо кесарево сечения, либо других пособий, да, кушерских, все это, конечно, нужно принимать во внимание, это еще не считая того, что это опять-таки дополнительная нагрузка на поджелудочную железу плода, и чтобы вот этого всего не наблюдалось, конечно, вот у беременной женщины сахара должны быть под контролем, и вот помповая терапия вместе с системой суточного мониторирования уровня сахара, конечно, очень хорошо помогают. стараться к идеалу стремиться, конечно, очень хорошо, но все мы прекрасно понимаем финансовые возможности, у всех они разные, к сожалению, и в принципе, если иметь даже нормальный хороший глюкометр, и иметь, уметь правильно контролировать сахара, и соблюдать вот эти правила ведения диабета при любом наборе инсулинов, поверьте, все это возможно, у меня таких пациентов много, и они очень спокойно с помощью обычного глюкометра и обычных инсулинов, они имеют прекрасные уровни гликозелированного гемоглобина, практически не отличающиеся от таковых у здоровых людей, так что данные дети абсолютно спокойно и питаются всем, чем они хотят, занимаются чем хотят, то есть это и танцы, и спорт, никаких проблем в этом плане нету. Если вот эти все четыре правила соблюдать, стол, на котором держится пациент с сахарным диабетом будет очень устойчивым, все у него будет хорошо прекрасно получаться, и действительно в этой ситуации диабет уже будет не болезнью, а просто образом жизни по своим определенным правилам, правилам самоконтроля и контроля, и кстати, не забывайте, что в самоконтроль будет входить опять-таки независимо ни от чего введение дневника самоконтроля. Поверьте, это нужно не только вашему лечебному врачу, это нужно и вам. И вот некоторые пациенты мои, пока время есть, тоже об этом расскажу, у меня были пациенты, у которых были высокие сахара, они не хотели просто-напросто мерить, почему, потому что они говорят, зачем мне мерить, я каждый раз буду видеть, что сахар у меня высокий, я буду только расстраиваться, и от этого цифра будет становиться еще только выше. На самом деле мы договорились с такими пациентами, что мы измеряем уровень сахара не для того, чтобы увидеть, насколько все плохо, а для того, чтобы понять, а что же нам делать, чтобы в следующий раз было все хорошо. Что это означает? что если вот сегодня у нас цифра, допустим, сейчас наблюдается 10, и через 2 часа, к следующему приему пищи у нас цифра будет порядка 12, да, то есть никакого снижения не произошло, даже поднялось, допустим, до 14, то в этой ситуации просто-напросто нам нужно подколоть больше инсулина, либо побольше двигаться, а может и то, и другое вместе, для того, чтобы в следующий раз цифра к этому времени была лучше. Пациент, видя, что да, у него каждый раз к этому времени цифра 10, 12, но уже к следующему контролю у него уже нет цифры 12, 14, а она снизилась до нормы 6-8, допустим, да, пациент уже испытывает чувство радости, он уже старается делать так, чтобы и первая цифра тоже снизилась, поэтому он уже не будет с таким стрессом относиться к каждой подколке для того, чтобы измерить уровень сахара. Наоборот, это для него очень хороший ориентир, а действительно, что мне сделать, чтобы в следующий раз, вот, когда это через определенное время снова померяю сахар, чтобы цифра сахара у меня была уже нормальная, а не такая же высокая, как сейчас. поэтому, если таковые пациенты у вас имеются, такие детки и подростки, то да, это им нужно рассказать, чтобы они это поняли, чтобы они это увидели, и действительно у них все получится. в принципе, это все то, что я хотел вам сегодня рассказать. Я имел по ходу один вопросик, я сейчас на него отвечу. Так, сдать анализы на пищевые аллергии, так как у нас, к примеру, гречка вызывает горы сахара, а выяснилось, что у нас на нее аллергия. Да, естественно, все, что я рассказывал, это относилось к определенной, примерно к 90% пациента. Естественно, каждый ребенок, он является индивидуальностью, у него может наблюдаться аллергия на любой другой продукт. Более того, есть также такое аутоиммунное заболевание, как целиакия, и это в обязательном порядке тоже нужно учитывать, поэтому может быть даже имеет смысл у своего лечащего врача поинтересоваться, если необходимость сдать анализ на того, чтобы проверить на наличие целиакии. Почему? Потому что, к сожалению, нам, эндокринологам, это довольно-таки сложно в виде неданных пациентов по той простой причине, что диеты при сахарном диабете и при целиакии они почти что являются противоположными друг другу. То есть, то, что можно при диабете нельзя, при целиакии с точностью наоборот. Поэтому, да, данных пациентов вести довольно-таки сложно, и тут уже существуют свои правила ведения данных пациентов, но это, конечно, нужно знать, и при необходимости об этом поинтересоваться у вашего лечащего врача, особенно, когда наблюдается аллергия на злаковые продукты. Что касается других видов аллергии, то они, в принципе, могут наблюдаться у детей с детства, допустим, это аллергия на белок коровьего молока, ну, в принципе, соответственно, в данной ситуации данные детки употребляют меньше молочных продуктов, компенсируя уровень кальция за счет других продуктов, да, и получая белки за счет, допустим, того самого мяса. И, в принципе, да, это своеобразные нюансы, но в любом случае они вписываются в те основные правила введения сахарного диабета, которые я перечислил. Так, что касается других вопросов, то их больше не было, поэтому скажу, что, да, действительно, вот был еще один комментарий, эфир, естественно, он сохраняется, он сохраняется минимум одну неделю на нашем инстаграм-канале, и он сохраняется длительное время в других социальных сетях и в ютуб, поэтому вы всегда можете посмотреть там, и если у вас возникнут какие-то вопросы касаемо либо данной нашей беседы, либо то, что вас интересует походу, вы, конечно, можете задавать либо в комментариях к данному видео, все эти вопросы, конечно, будут переданы мне, я отвечу на них в начале нашей следующей беседы, которая состоится через две недели, то есть, получается, через среду, сегодня у нас какое число прибавьте 14, получите вот данную дату, да, вылетело, когда день бывает напряженный, уже к концу дня забываешь текущую дату, и сегодня 8 мая, да, кстати, нашим ветеранам хочется досрочно поздравить с наступающим праздником, им благодарность за все то, что они нам сделали, за то будущее, которое они нам подарили, и получается, если сегодня у нас 8 число, то следующая наша встреча состоится примерно 22 числа, поэтому, когда вы увидите новую рекламу о том, что предстоящая будет беседа, да, наша с вами, очередной будет прямой эфир, то вы можете также свои вопросы оставить с комментарием к данной, данному рекламному сообщению, и эти вопросы опять-таки будут мне переданы, и я на них в обязательном порядке отвечу. Вопросов без ответов у нас не остается, и, в принципе, вот еще один вопрос поступил, на него я тоже успею ответить, да, действительно, жиры, они в расчет не принимаются, в расчет берутся только углеводы, а белки, они берутся только наполовину, то есть, вот как я сказал в примере, это 36 грамм углеводов, они будут разделены на 12, если белок, допустим, 18 граммов, да, то, соответственно, пополам это примерно 9 грамм, это, можно сказать, почти еще одна хлебная единица, чуть меньше. жиры в данный расчет приниматься не будут. Может, конечно, возникнуть вопрос, а почему же масло, допустим, то же самое остывочное, мы принимаем в расчет, допустим, одна пачка масла это одна хлебная единица. Да, не забывайте, что там, кроме жиров, кроме воды, там содержится все-таки определенное количество углеводов, тоже, там молочный сахар содержится, и благодаря этому вот набирается вот эта одна единственная хлебная единичка. Ее мало, но она там есть. Жиры просто, они внесут в себя другую опасность. Почему? Потому что кетоновые тела и ацетон, как самый яркий представитель, они как раз-таки синтезируются из жирных кислот, и в той ситуации, когда у нас не компенсируется углеводный обмен, не хватает инсулинов, и организм испытывает энергетический голод, в этой ситуации, конечно, организм начинает расщеплять жиры для того, чтобы получить новый источник энергии в виде ацетона. В данной ситуации я его просто-напросто сравниваю с авиационным керосином. Да, это тоже прекрасное топливо, но извините, его в дизельный мотор не належь, он просто там все разъест. Аналогично и делает ацетон с нашим организмом. Его в норме там не должно быть. Да, жиры, они замедляют раскрытие углеводов. Это, ну, сами понимаете, даже если мы берем количество хлебных единиц, да, они тоже отличаются. Часть из них всасывается чуть раньше, часть из них всасывается чуть позже. Ну, допустим, взять ту же самую гречневую крупу и взять ту же самую конфету. Количество хлебных единиц может быть одно и то же, но один из них сочется буквально через 15-30 минут, другой на другой уйдет порядка часа-полтора как минимум. Что касается, белок вылезет через 4-5 часов, ну, вообще-то с вами не соглашусь. Почему? Потому что белки у нас расщепляются только и только в переваливании их происходит в желудке наше и пища самая поздняя через час покидает желудок, поэтому там уже начинается уже конечное его расщепление от поэтому позвольте мне с вами в этом плане не согласиться. Я вижу, что у нас осталось буквально всего лишь 20 секунд, поэтому позвольте мне с вами попрощаться на сегодня, пожелать вам хороших сахаров и если останутся еще вопросы, пишите, не стесняйтесь. Всего вам доброго и до свидания. с cover Baye, пока. Редактор субтитров О.Г минус. Лиева